В этом году большой профессиональный юбилей отмечает ведущий педагог детской фортепианной музыки Магнитогорска Инна Даниловна Гордеева. За 55 лет под ее чутким руководством сотни юных талантов смогли открыть для себя тонкий, волнующий мир музыки. И сегодня первые ученики Гордеевой на занятия к педагогу ведут уже своих внуков. О любви к музыке и детям в сюжете Елены Ткач. Наличие слуха и умения перебирать клавиши или струны, глядя в ноты, еще не делает человека музыкантом. Станешь ты им или нет, зависит от того, кто познакомит тебя с музыкой. Музыка у меня началась еще с детского сада. Впервые, когда я увидела и услышала, как играет музыкальный руководитель на занятии, на меня произвело это огромное впечатление. Вот эти прыгающие клавиши и музыка звучит. Ну, а в 6 лет меня привели в музыкальную школу родители. И с тех пор я не расстаюсь с музыкой на всю жизнь. Педагогике отдано 55 лет. Инна Даниловна вздыхает с улыбкой, как один день годы пролетели. Музыкальная школа, училище. Первые ученики в Карталах, а потом уже только Магнитогорск. Софья Поданеногина, Регина Гриневич, Юрий Писаренко. Те педагоги, которые стали путеводными звездами для молодого преподавателя Инны Гордеевой. Именно через обучение Инна Даниловна усвоила для себя важную истину. Мало быть учителем по музицированию, гораздо важнее зажечь, заразить ребенка музыкой. Заинтересованность Инны Даниловны проявляется и в том, что каждому ребенку она находит такой репертуар, который соответствует не только программным требованиям, но и личным вкусам этого ребенка. Каким-то его личным ощущениям, потребностям. Поэтому они знакомятся не только с классикой, но и с современными яркими транскрипциями из классики. В классе Инна Даниловны, это классическая музыка, да. В классе Инна Даниловны появляются редкие ноты, которые не у всех есть в городе. И поэтому ее дети всегда выигрышно смотрятся на многих фестивалях и конкурсах. Грамоты, медали, дипломы ведущего педагога нашего города Инны Гордеевой сегодня уже составляют четыре увесистых папки. И это далеко не все. Огромная часть благодарности хранится дома вместе с фотографиями и письмами воспитанников. Почти семейные отношения с учениками и их родителями и десятки лауреатов городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов у ее учеников. Инне Даниловне очень удается зажигать детей. И не только малышей, которые к ней приходят, а к ней приходят и дошкольники, и школьники. Но и самое главное, что это горение у ребятишек на протяжении всего обучения в школе. Есть дети одаренные, есть те, кто просто увлечен. Но для каждого у Инны Даниловны найдутся слова, формы, приемы, чтобы ребенок зазвучал. Это и есть педагогический стиль, который базируется на главном постулате педагога Гордеевой. Детей сначала любить и только потом учить. Наверное, это вот такая вот старая, советская, настоящая фортепианная школа, которой славится наша российская музыкальная культура. Хрупкая, женственная, интеллигентная, но за каждой фразой характер. С такими людьми можно о многом поговорить, довериться, зная тебя поймут, вслушаются и вчувствуются. Самое прекрасное, по-моему, на земле – это дети и музыка. И я с этим живу все время. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.